Приветствую вас, я думаю, что это важный вопрос, хотя он достаточно короткий. Есть ребенок, я мужчина, работаю один, жена в декрете, готов к уборке, занимаюсь я. В последнее время часто слышу от жены оскорбления и упреки, плюс он постоянно меня выгоняет из дома, живем у нее в квартире, я не знаю, как поступить, я устал от упреков и оскорблений. Смотрите, во-первых, есть две стороны. Сторона жены, сторона ваш. Я думаю, что многие люди встанут на сторону вашей жены. Ну, просто потому, что как бы вот так часто достаточно происходит, вот, и это, мне кажется, неплохо, вот. Ну, вот, вставать, там, грубо говоря, да, на, на, ну, на чью-то сторону, вот, это совсем неплохо. Я думаю, что есть также часть, достаточно, ну, достаточно большая часть, людей, которая встанет на, уже, в сторону, на сторону вашей, вот. Хотя, и не так очевидно это может быть. То есть, вот, вот, как бы, совсем не очевидно. Смотрите, здесь ситуация такая, что, как бы, вот, ну, казалось бы, да, вы делаете все от себя возможно, да? Ну, казалось бы, то есть, вот, казалось бы, что вы, там, делаете для своей жены все, абсолютно, вот, абсолютно все, что вы можете. Готовите, работаете, убираете и так далее. Казалось бы, чем, а, чем ваша жена, да, ну, вот, вообще может быть, может быть недовольна. А, вот. И, мне кажется, что, а, причина здесь именно в вашем взаимодействии с ней. То есть, то, как вы взаимодействуете с твоей супругой. Мне кажется, что, а, в какой-то момент, вы утратили, а, а, ну, непосредственно, такое вот личностное общение с, а, своей супругой, вот, осталось только быть. Остались только, а, ну, какие-то, вот, а, там, грубо говоря, а, ну, обязательства. А, ну, перед, там, допустим, те, ну, перед теми же детьми остались обязательства. Вот, остались обязательства перед, там, вами, вот. И осталось обычное удовлетворение каких-то базовых вообще, вот, ну, потребностей. Вот. И эта ситуация, в принципе, она, ну, действительно, как бы может угнетать. Угнетать. Вот. Она, действительно, может угнетать, и она, действительно, угнетает. И, как вы понимаете, я надеюсь, как вы понимаете, что, ну, конкретно вашей вины, конкретно вашей вины, нет. А, нет. А, ну, ну, вот, ну, вообще, вот, в том, что, в том, что происходит. Нет конкретно вашей вины. Просто, это кризис. И, очень важно, то, как вы сами, как вы сами, ну, вот, условно говоря, выполняете эти, ну, обязательства, скажем так. То есть, очень важно, в каком контексте вы это делаете. Потому что можно выполнять это с достоинством. А можно выполнять это, ну, вот, как бы, с такой позиции, что я всем должен, значит, вот. Вот. И я должен, в первую очередь, вот, там, жене, там, и так далее. Вот. Что, конечно же, ну, правдой не, правдой не является. Вот. То есть, это, вот, многие скажут, что это ваша обязанность. Ну, я, как бы, не думаю, что это именно ваша обязанность. Я думаю, что это ваши правила, я думаю, что это ваше желание. Вот. Ну, если вы себя обесцениваете, то вы обесцениваете и взаимоотношения между вами и вашей женой личностно. Вот. И вот отсюда, отсюда возникают проблемы. Потому что святое место пусть не бывает. В первую очередь научиться ценить себя. Вот. Заботиться не только, не только о других, но и о себе. Вот. Извлять свои желания, свои потребности. Вот. Говорить о своих чувствах. Вот. И если есть рэкетные чувства, такие как чувство вины, да, там, обиды, то с ними нужно поработать с психологом. И, в целом, кризис семейный можно и нужно проходить, но, опять же, это помощь. Это помощь психолога. Вот. Да. Чем недовольна жена? Что она требует? Из-за чего выгоняет из дома? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.